Уже все работает, все камеры? Все камеры на тебя работают. Все камеры работают на меня. Всем привет, любители бизнеса и интересных историй. Сегодня у нас в гостях очередной интересный гость, с которым будем снимать интервью, Егор Уваров. Он уже успел засветиться в бизнес-секретах с Олегом Тиньковым. И сейчас, явно за несколько лет, подрос и оказался на интервью для канала «Гусиные истории». Егор, привет! Расскажи, пожалуйста, чем ты занимаешься вкратце и начнем. Всем добрый день! Привет, уважаемая аудитория! Я занимаюсь сейчас тем, что по-прежнему руковожу веб-студии, который я основал какое-то время назад. И сейчас мы занимаемся разработкой CRM-систем. И разрабатываем системы для электронной коммерции, в частности, интернет-магазины. То есть ты сейчас собственным бизнесом занимаешься, по факту, в IT, да? Да, по факту я занимаюсь все тем же собственным IT-бизнесом. И не планирую заканчивать им заниматься. Эта история явно на ближайшие 10 лет точно. Ты прямо сразу задаешь вперед, типа, на 10 лет заглянул. Хочешь рассмешить Бога, расскажи ему о своих планах. Ну, я не думаю, что компьютеры закончатся в России и во всем мире, так что... Ну, скорее всего, не закончатся, только, наверное, добавятся еще. Слушай, расскажи, пожалуйста, как ты вообще пришел про свой путь? Потому что я знаю, что ты раньше занимался колясками, продажей колясок. И вот как ты пришел от продажи колясок к продаже каких-то интересных сервисов? Ну, путь был достаточно такой тернистый и длинный. Когда я приехал в Москву, я раздумывал, чем бы мне заняться. И, среди прочего, была мысль открыть интернет-магазин по продаже колясок. Почему она возникла? Потому что коляски в закупке стоили в оптовой фирме, условно говоря, 10 тысяч рублей. Их можно было продать в интернете за 13. А в офлайне они стоили там 16 тысяч рублей. И, конечно, в день у меня выходило продать там 4, 5, 6 штук. И, собственно, это приносило неплохие деньги. До тех пор, пока поставщики не начали вставлять палки в колеса такому успешному, в кавычках, бизнесу. Потому что их клиенты, которые покупают у них в свои офлайн-точки коляски, начали протестовать против такого. Они купили эти коляски, разместили, а тут какой-то непонятный человек разводит и продает там на 2 тысячи рублей дешевле. Вот, собственно, этот бизнес начал хереть. И далее случилась такая история, что мне позвонил один из моих поставщиков и сказал, «Егорь, у тебя же есть люди, которые занимаются твоим интернет-магазином?» Я говорю, да. «Слушай, мне нужно собственный интернет-магазин сейчас поднять. Сколько это будет стоить?» Я поставил цену там от фонаря, как сейчас помню, 10 тысяч рублей. Это много было 10 тысяч рублей? Ну, вот сколько коляска, если стоила типа в районе 12-15, то это 10 тысяч, да, было дешевле, чем коляска? Да, ну это 10 тысяч рублей было, но поскольку у меня уже была команда, которая занималась интернет-магазинами, то это было там условно несколько часов работы. И, собственно, этой доработки на 10-тысячное дело не закончилось. Ему нужно было дальше дорабатывать сайты. И в какой-то момент я понял, что доработка сайтов и изготовление сайтов электронной коммерции приносит гораздо больше деньги, чем продажа колясок. И, естественно, это все плавно завершилось. И так вот из ничего открылась веб-студия, которая начала заниматься электронной коммерцией и которая начала развиваться далее. Как называется веб-студия? Веб-студия называется bubuzon.ru. И занимается разработкой веб-сайтов или вы сейчас занимаетесь чем-то другим, то есть в целом? Сейчас сложно начало заниматься веб-сайтами чисто исключительно, потому что очень большая конкуренция и очень недорого берут конструкторы различные. Например, сделать лендинг сейчас очень недорого. Сейчас наступило время более таких серьезных решений, в частности CRM-систем, которыми мы сейчас занимаемся. Мы их пишем с нуля для различных бизнесов. Ну и различных коннекторов от одной системы к другой. Например, вот у человека работает, человек хочет лиды собирать, условно говоря, в битрикс 24, а вести учет там товара или там, не знаю, записей людей на прием там или еще чего-то в 1С. И вот нужен коннектор, который из облачной CRM будет туда-сюда гонять данные. Проблема актуальная. Даже могу сказать, что я сам сталкивался с такой историей, когда пытался интегрировать свой магазин. То есть даже не один, а 7 магазинов, например, которые из них там 5 на нетхаусе. Один, сейчас уже 2 получается, на инсейльзе. И все это нужно синтегрировать, например, там с моим складом. И получается такая история, что мой склад там одни артикулы присваивает, с названиями какая-то идет фигня. И вот как раз проблема интеграции, которой не хотят заниматься ни один облачный сервис, ни другой, потому что это не их бизнес помогать людям по телефону, а их бизнес продавать пакетные решения, с которыми должен разбираться уже самостоятельно. Поэтому такие вот, можно сказать, коннекторы, как ты называешь, такие вот, как прокладочки можно назвать, они на самом деле становятся востребованы. Особенно бизнес, который вышел уже из таких яслей, можно сказать, и требует чего-то большего. И на этом вы зарабатываете. Сколько? Сколько мы зарабатываем? Скажу общие цифры. У нас в компании сейчас работает 10 человек, с зарплатами 70-150 тысяч рублей. А все, что заработали выше, прибыль. И сколько у вас оборот в компании приблизительно? Приблизительно. Ну давай среднюю погоду. Мы понимаем, что есть какие-то пики. Сезонности, я так понимаю, никакой нет. Айти плевает на сезон или есть все-таки? Сезонность есть. Очень сильно влияет несколько вещей. Это всем нам известные новогодние праздники, всем нам известные майские праздники. Здесь есть сезонность определенная. Но и летом люди, как правило, меньше заказывают различных веб-сервисов. Людям требуется меньшее количество доработок, поэтому какие-то... А все деньги на Турцию уходят. Ну да, как кто-то сказал, в среднем бизнесе ты конкурируешь за айфон, который собственник хочет купить жене. То есть, либо жене купит айфон, либо закажет тебе какой-то веб-сервис. Ну это такая. Да, если у тебя будет выбор, то какой модель айфон ты купишь. Да, это такая. Давай, сколько в год? Все любят цифры, потому что люди сейчас почему-то очень часто, если человек приехал в Ламборджини, то его стоит послушать. Если он приехал на метро, значит какой-то вообще чувак ни с чем не разбирается. Я понимаю, что это совершенно неправильное мышление, что сейчас человек может ездить на чем угодно, и если он ездит не в Ламборджини, значит он ничего не понимает, потому что разные могут быть факторы. Поэтому ты приехал не в Ламборджини сегодня, но тем не менее на машине, на марочке, то есть все хорошо. Значит дела как минимум идут куда-то. То есть сколько примерно оборотов в год, и сколько примерно тебе удается забрать себе лично? Ну мы достаточно небольшая IT-компания, и в месяц у нас обороты где-то около 2 миллионов рублей. И лично себе в зависимости от различных условий получается складывать 150 тысяч рублей. Это при условии того, что я естественно работаю. То есть я не вышел из управления, я точно так же ищу клиентов, я с ними общаюсь, как аккаунт-менеджер, как финансовый директор, то есть полностью все это лежит на мне. Ты зарплату сюда же считаешь, то есть 150 тысяч рублей, ты отдельно не прибавляешь сюда зарплату себе. То есть это все вместе, как это бывает обычно на начальной какой-то стадии. Да, и естественно какая-то нужна подушка безопасности, когда должны лежать отдельно немного денег, чтобы в случае провального какого-то месяца ты не остановил работу и не заказал. Ну резервные фонды, так мы называем. Да, резервные. Это очень верное решение. Здорово, потому что у большинства компаний этого нет. Хорошо, что у тебя есть. Скажи, пожалуйста, как ты, ты же занимаешься не за 150 тысяч рублей, ты планируешь зарабатывать больше, на твой взгляд? Как ты видишь свою компанию через год, ну и, например, через 5 лет? Ну тут история очень простая. Эту историю, видение моей компании через 5 лет подсказали, собственно, сами клиенты. Я расскажу эту историю с самого начала. То есть мы занимались разработкой интернет-магазинов, мы их делали, 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 и в какой-то момент мы поняли, что на интернет-магазинах особо не вырастешь. То есть это проектная работа, это все равно какая-то нервотрепка, это там средней стабильности какие-то там поступления финансовые. И сидя на бирже заказов, попался заказ. А какая биржа была? Биржа ЮДУ была. Ну всем известная. Да, всем известная биржа ЮДУ. Людям нужно было разработать CRM-систему по сдаче машин в аренду. Выглядел бизнес так. То есть человек со своей машиной приходит, отдает этим людям свой автомобиль, и другие люди, которые ездят на этих машинах, берут ее в аренду. Ну и, собственно, разницу между заплаченным за эту машину и сервисным сбором получает тот, кто эту машину пригнал. Очень простая бизнес-модель. Надо было сделать админ-панель, которая учитывает все движения денег, и мобильное приложение, где человеку поступали сообщения, что, уважаемый клиент, заплатите за автомобиль, там, такого-то числа, там, 5000 рублей, условно говоря. Слушай, получается, вот ты занимался сайтами, чтобы, как бы, все это связать. И тут искал какие-то заказы на еду, и вдруг наткнулся на такую фигню, которая, вроде, напрямую к тебе не относилась, но была интересной, да? Да, она была интересной. То есть я так прикинул в голове, что мы, в принципе, сможем ее сделать. И мы, как первому клиенту, который такое, что-то подобное заказал, мы к нему съездили, мы ему приготовили огромное предложение. Мы там всячески очень хорошо поработали, бесплатно сделали это все. И клиент отказался. Это было, конечно, очень грустно. Вот это поворот. Да, мы сделали изумительные предложения, клиент отказался, недорогое, кстати. И вторым, но появился второй клиент. Мы просто сделали предложение, от которого можно отказаться, от которого нельзя отказаться. Да, было очень обидно, но ничто не ушло в никуда. У нас остались какие-то наработки, осталось понимание, как сделать все-таки эту систему. И появился второй клиент. Это была инженерно-сервисная компания, которая обслуживала здания. То есть они обслуживали коммуникации в зданиях, сигнализации, электрику и прочее. И эта компания работала по старинке. То есть инженеры, которые поступал звонок из здания, принимал звонок-диспетчер. Диспетчер говорил инженеру, что случилось, когда работал сигнализация или еще что-то. Инженер ногами топал туда, что-то решал. Потом приносил бумажку в диспетчерскую, что он что-то сделал. Естественно, при такой работе абсолютно было непонятно, насколько инженерно работал. Чтобы рассчитать зарплату инженеру, нужно было в конце месяца собирать всю эту огромную кучу бумажек. Диспетчер, который отвечает на телефоне, должен был присутствовать. То есть, хотя его функция была никакая. Его можно было заменить роботом. Вот, короче, целая такая ком, с которым тебе приходилось. Надо было разобраться. Да, и мы, собственно, сделали предложение этой компании, они согласились. И мы начали делать эту CRM-систему. И в процессе, это, кстати, к тому, чем мы собираемся заниматься в ближайшее время, как это будет развить идти. И в процессе появилось понимание, что данную CRM-систему можно реализовать как SaaS, как сервис. И продавать точно таким же инженерно-сервисным компаниям. Что такое SaaS в двух словах, просто подписчикам? SaaS в двух словах, это программа, которая стоит не у тебя на компьютере, а которая стоит в интернете. И ты можешь там зарегистрироваться и начать работу немедленно. Ну, ближайший аналог, это там, не знаю, Bittrex24, а на CRM. Это CRM-ка, которая стоит в облаке, для которой ты не должен покупать никакого оборудования. Ты ее просто арендуешь в месяц за какие-то деньги. И получаешь основу, в которой твой бизнес работает очень непринужденно и легко. Не все бегают все не с бумажками и не отчитываются по каким-то вопросам. А сделал инженер на объекте то, что ему нужно, сфотографировал телефоном, отчет моментально ушел в центральную офис. Что было до, что было после. И возникла идея, что всем инженерно-сервисным компаниям, которые так вот работают, можно продать эту систему на условиях регулярной подписки. И, собственно, наше будущее на ближайшее время выглядит именно таким образом, что мы делаем CRM-системы узконаправленные, узкоспециализированные для такого среднего бизнеса. И продаем эти CRM-системы по подписке другим точно таким же бизнесам. Ну, то есть их продает сам заказчик, а мы их обслуживаем. Ну, а деньги там делим. А почему они к вам обращаются, почему не обратиться в Bittrex, тот же названный? Bittrex 24, AMO CRM. Ну, начну с AMO CRM. Таковинин Михаил, который очень крутой предприниматель, он прямым текстом заявляет, что AMO CRM это лучшая CRM-система для продаж. Вот. Но это не точно. Ну, да. Bittrex 24 тоже замечательная CRM-система. Она более обладает расширенным функционалом. Там есть товары, там много чего добавлено. Но это CRM-системы общего направления. Если зайти в Telegram-каналы, которые там предприниматели общаются и задают друг другу всякие вопросы, я видел прямо крик души, что человек, который там Bittrex 24 внедрил на своем предприятии, говорит, человек заходит и теряется в куче кнопок. А может, ему это не надо? То есть в бизнесе работают очень разные люди, и некоторым людям не нужен суперинтерфейс и огромное обилие супервозможностей. Им нужна одна большая красная кнопка, на которую он нажал, сфотографировал, нажал, и отчет ушел в центральный офис. То есть я очень уважаю этих людей. Они построили гигантский бизнес, и это флагманы, на которых стоит равняться. Но есть более узкие в жизни решения, которых требует бизнес. То есть, например, зачем городить огромный огород в системе компании по вывозу воды? Зачем им ставить Bittrex, зачем им платить Bittrex? Лучше арендовать более специализированную систему, в которой, условно говоря, три кнопки, отчеты для продаж и прочее. Интересно, да. Получается, да ты хочешь все-таки продавать как SaaS решение, не разрабатывать там, типа, ну, условно, сколько стоит разработка с нуля вот какой-то такой истории с одной-двумя кнопками? Если брать упрощенную, ну, то есть, то разработка системы, CRM-системы для автоматизации маленького бизнеса в общих чертах стоит, чтобы так начать, стоит от 200 до миллиона рублей. От 200 тысяч до миллиона рублей. Если ты, например, предприниматель, который работает вот в такой какой-то сфере, там, не знаю, доставка чего-то там или еще что-то, и ты видишь, что твой опыт можно конвертировать в CRM-систему, то, условно говоря, знай, что придя к нам там или к другим ребятам и заплатив вот эти деньги, 200 тысяч-миллион, ты получишь нечто, что можешь продавать другим таким же предпринимателям. У тебя вместо одного бизнеса, которым ты занимаешься ежедневно, появится там два. А то есть, получается, человек, который у тебя это заказал, он может ее дальше продавать? Конечно, он может ее дальше продавать. А ты сам ее тоже сможет дальше продавать? А мы ее обслуживаем, да, мы ее обслуживаем, следим за стабильностью и развиваем. И к тому, что ты же его решение, которое для него сделал, ты можешь продать еще кому-то потом. Ну, на условиях партнерских, конечно. Ну, то есть, это, если человек скажет, допустим, я хочу только для меня, и больше никому тогда не давай. Ради бога, ради бога. Я просто, если человек хочет только свой бизнес автоматизировать, ради бога. Тогда миллион, а не двести. Ну, тут уже надо считать, все зависит от технического задания. Я просто рассказываю, да, к чему может привести то, что ты свой опыт конвертировал вот в такую CRM-систему. То есть, это может привести к тому, что у тебя, как предприниматель, окажется два бизнеса, а не один. И кто знает, может быть, второй бизнес будет намного более успешный. Например, там, не знаю, компании по вывозу мусора в Москве, там их, согласно дубль-гису, там 800 что ли. Условно говоря, если там в месяц ты будешь получать платежей там на 2000 рублей от 800 человек, то… А есть какой-то успешный опыт уже такого, что вот кто-то, типа, взял, может, даже не у тебя, а вообще, как бы по рынку, чтобы для него разработали, а он потом дальше это продал? Да, эта система, я сейчас уже не вспомню точно, но есть такие системы. В Нижнем Новгороде есть разработчики по… они занимаются CRM-кой по продаже воды. Вот, я, как понял, это была разработка для какого-то одного предпринимателя, а потом он, условно говоря, начал продавать как САРС. Ну и, собственно, неохваченными остается очень много областей, где можно автоматизировать что-то и что-то сделать. Ну вот, вот тоже, чем мы будем заниматься в ближайшее время. Ну вот, интересно, у тебя путь получился, то есть от… ну ты предпринимательством, я так понимаю, занимался еще с седых годов, еще до колясок. Да, продавал жвачки, печатал фотографии. Ваши фотографии надо было печатать. А, да, и жвачки. Проявлять, да. Жвачки нужно продавать селк. Жвачки продавали отдельно, вкладыши отдельно. А их не было, что ли, в варьках? Ну, когда я впервые столкнулся с жвачками Turbo, Love Is и Donald Duck, это были цены 3-5 рублей. Вот, и, собственно, мы их разворачивали, продавали. Удалось ли прямо подниматься на жвачках, быть этим жвачечным королем района? Да, я купил себе часы электронные. А, ну круто. Ты открываешь, а внутри еще жвачки, да? Вот эти часы такие, которые… Нет, обычные электронные часы, которые сейчас, ну, китайские такие, они уже были, вот, все-таки, да? Ну, это я вообще про Советский Союз рассказываю. Слушай, расскажи, как ты к Тинькову-то вообще попал. Очень интересно, то есть, это же вообще такая тема, ну, известный человек, как тебя угораздило к нему-то проскочить? Ну, вообще все было очень просто, я был подписан в живом журнале на Анисимова, тогда он работал у него, по-моему, руководителем какой-то службы. Вот, и они кинули клич в живом журнале, что мы ищем предпринимателя, который предпринимает там с самого нуля. А поскольку я был предпринимателем такой, не с нуля, а с минуса, наверное, просто, то я решил, была не была, и решил отправить сообщение, чтобы они меня взяли на программу. В общем-то, они меня взяли на программу, и я там рассказал свой первый весьма маленький опыт в продаже детских колясок в Москве. Ну, в общем, все случилось так, что просто предложил, а они просто взяли. Ну, как у нас, я тоже предложил уже, типа, подписчики, кто там хочет, давайте там, типа, к нам. Ты, видимо, просто откликаешься на предложение, да, типа, ты один из немногих, кто все-таки говорит «да», да, когда тебе это что-то предлагают. Настоящий предприниматель должен всегда откликнуться на такое предложение, которое кажется выгодным. Хотя интервью не принесло это особых барышей, но, в принципе… Ну, заходы-то были, хоть это помогло? Да, был такой горб в статистике. Продаж с этого не было, но, собственно… Статистики по осечению сайта, да? Да, был огромный горб, и потом который плавно спал. Ну, в общем-то, чтобы поддерживать в актуальном состоянии этот горб, нужно не просто интервью с известным предпринимателем, а, не знаю, там, продвижение и прочее, маркетинг и прочие скучные штуки. Ну, зато ты можешь потом внукам показывать видео, говорить, вот, Олег Тиньков был такой, я не знаю, родился. Да, с миллиардером здоровался за руку. Да, за руку здоровался, типа. Так что, предложение к людям, которые нас тоже смотрят, кто хочет в интервью, на наш канал «На гусиных историях», давайте откликайтесь, будет интересный бизнес, будем снимать. Со всякой фигней не надо. Есть там никаких там этих MLM, там, сетевого маркетинга, только там нормальный бизнес, там, хардкор, даже если он небольшой, пишите. Так, такой вопрос тогда к тебе, немножко оторванный от нашей темы. Можно ли, на твой взгляд, научить людей быть предпринимателями? Вот ты уже предприниматель, там, вообще с седых годов, с жвачек. Очень многие люди, с которыми я провожу интервью и просто встречаюсь, у них история тоже тянется уже очень давно. У кого-то что-то когда-то было и потом развивалось. То есть, может ли быть так, чтобы человек, менеджер, например, какой-то в магазине, не рабочий на заводе, а менеджер хотя бы, который уже имеет опыт общения с людьми, продаж, прийти, например, в какой-то семинар, и ему там Тони Робинс условный откроет глаза на всю эту историю, и он вдруг преобразится. Как молоко нырнул старым, а вынырнул молодым. Есть очень хорошее кино по этому поводу. Кровью поту моноболики? Да, кровью поту моноболики. Мой любимый фильм, на самом деле, да-да. Но если отвлечься от всякого юмора, то, в принципе, в предпринимательстве нет ничего сложного. То есть, предпринимательство – это нечто сродни, на мой взгляд, навыку. Вот человек, там, не знаю, не умел ходить, научился ходить, потом научился танцевать, а потом занял там место на каком-то кубке танцевальном. То же самое там с речью. Человек не умел говорить «мама, папа», а потом через, там, 20 лет произнес с трибуны речь, которая затронула сердца, там, миллионов, и которая, там, перевернула ход истории. То есть, просто нужно соблюдать определенные правила безопасности, если хочешь заниматься предпринимательством. Не начинать, там, свой первый бизнес-долг, условно говоря, не заниматься всякой чернухой, не заниматься вещами, которые уголовно наказуемы и прочее. Вот. И, в принципе, если ты видишь хорошую возможность, например, что-то кому-то продать или сделать, а другие этого не сделали, то ты автоматически уже станешь предпринимателем. Ты, вот, был менеджер, и, условно говоря, вдруг видишь, что, там, не знаю, через несколько лет, там, стрельнет тема с продажей, там, в Китае какого-нибудь, там, продукта, не знаю, женьшени, например. Леса. Ну, не леса. Сейчас, вот, популярная тема, в Китае продукты продают, в частности, вот, там, чайный гриб, там, что-то еще такое. Если ты понимаешь, что ты можешь это продать, там, ради бога, бери свою зарплату, открывай небольшую, там, женьшенивую ферму и начинай заниматься. В этот момент ты уже стал предпринимателем. Если ты проиграл, ну, будь, там, готов вернуться на работу, но... Ну, в конце концов, с голоду ты все равно не умрешь. Да, просто имеет сила воли, скорее, это сила воли. Скорее, вот, Федор, Федор Овчинников, Додо Пицца, да, он вообще рассказывал, что в какой-то момент у них кончились деньги, они не знали, выплывут или нет. И он дал объявление, и он в Фейсбуке рассказал о том, что они в Штатах открывают пиццерию. И положительный сигнал, что человек открывает пиццерию в Штатах на самом конкретном рынке, был воспринят инвесторами так хорошо, что деньги снова начали инвестировать люди. То есть, будь готов к тому, что обратного пути нет. Но если все-таки что-то не получится, будь готов начать к этому сначала. Не сдавайся, не ищи хорошие возможности, не делай бизнес-долг, и все получится, мне кажется. Федор Овчинников, да, смотрел YouTube-помощь. Отлично, спасибо. Давай последний вопрос тогда, и это интервью будем завершать. Если к тебе пришел бог предпринимательства и задал всего лишь такой вопрос тебе, можешь выбрать всего лишь одну вещь, которую ты в своем бизнесе бы улучшил. И она точно у тебя сработает, что бы ты выбрал. То есть, какую область деятельности из всего, чем ты занимаешься. То есть, ну, я надеюсь, что это не будет что-то типа, мне нужен миллион рублей, тогда все будет ок. Именно какой бизнес-процесс, скажем так, ты бы отладил, чтобы вот он работал бы в совершенстве, а остальные ты будешь тогда сам как-нибудь? Хороший вопрос. Или как тебе нужно минимум три желания, как золотая рыбка? Нет, я не знаю даже, как на него ответить, по той причине, что предприниматель – это человек, который, собственно, сам все это создает. И если я понимаю, что мне кто-то придет и что-то даст, ну, да, будет хорошо, но кардинально эта картина не изменит. То есть, хорошо, что в нашей России есть люди, которые занимаются бизнесом, хорошо, что им нужно этот бизнес автоматизировать, и хорошо, что есть те, которые это понимают. Но что тут улучшать? Ну, не знаю. Ну, это тоже хороший ответ, потому что все сделки, на самом деле, с такими предпринимательскими этими, они всегда заканчиваются плохо почему-то. То есть, это как с Джином, да, то есть, всегда он тебе в итоге не даст того, что ты хотел. Ну, да, еще есть такой хороший анекдот, две блондинки встречаются, говорит другой, представь, что ты поймал золотую рыбку, сколько бы ты у нее попросил денег? Миллион долларов. Слушай, миллион долларов? А почему не два? Не, ну, два это нереально. Понятно. Ну, на этом у нас все. Рады были с вами сегодня еще раз пообщаться. Заходите в описание, оставлю контакты Егора и его компании в виде такой маленькой рекламы. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, задавайте вопросы. Я думаю, Егор, ответишь на них, если что, в комментариях под видео. Спасибо, удачи, пока. Понравилось какое-то интервью и хотите принять участие и рассказать о своем бизнесе? Очень рады будем увидеть ваши заявки, приехать к вам или, наоборот, пригласить вас в нашу студию. Оставляйте заявки по почте, в соцсетях или, как хотите, еще. Всех читаем, смотрим и приглашаем, ждем. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok